Микс Ньюс Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме. Алена Борисова, Олег Пека, Евгений Копеин сегодня с вами. Для тех, кто только что подключился, в ближайшие полчаса у нас будет гость. Она уже в студии, это член общества по защите животных, Дивный Экусос, Валерия Воробьева. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот смотрите, приближается действительно осень, становится холоднее. И даже вот я замечаю, когда мы приезжаем на наш дачный участок, бегают часто вот бродячие коты. И вот они начинают, ну если летом они достаточно такие веселые, бодрые. Сейчас они с каждым приездом, мы видим, что они тут же прибегают, начинают жалобно мяукать, покормить нас, покормить. То есть мы привозим буквально там корм специальный, чтобы их подкормить, чувствовать, что с приближением холодов все-таки животные меньше могут найти себе прокорма. И для них наступают такие тяжелые времена. И вот чем занимается действительно ваша организация, как она может помочь такого рода бездомным? Может поподробнее о ней, когда она появилась, кто ее инициировал, да, и что вы делаете? По-моему, может быть, я надеюсь, что я точно знаю даты, то вот этот год, 13-й год, когда организация Дивный Акусос работает в Латвии. Мы занимаемся в основном стерилизацией уличных бездомных кошек и кастрацией котов с той целью, чтобы предотвратить размножение и чтобы колонии не росли, а чтобы оставались там… Ну, держать их, да, на уровне количества. Ну, я скажу так, что если вот поподробнее, то, конечно, когда мы ловим кошек на стерилизацию, то встречаются разные ситуации, попадаются нам. Есть маленькие котята, которых мы забираем, социализируем, если это необходимо. И, конечно, попадаются больные коты и кошки, которых мы тоже ловим, пытаемся им как-то помочь. И если находится дом, конечно, отдаем, если совершенно дикий, то лечим и выпускаем. То есть основная ваша деятельность – это именно стерилизация котов? Да, это наша главная задача, потому что кошек и котов в Риге и в Латвии, и, как вы говорите, в дачных поселках очень много, поэтому для того, чтобы предотвратить их размножение и также их страдания, потому что очень много котиков, особенно маленьких, уже в детстве, ну, то есть, ну, как сказать, в детстве, может, неправильное слово, но еще очень маленькие умирают от разных вирусов, и поэтому… Ну, вот эта статистика представлена на вашем, у вас есть группа на Facebook, у вас есть портал «Дзивные Кусос», я нашим слушателям поясню, что по неофициальным данным, включая бездомных котов, у нас в стране насчитывается около миллиона двухсот тысяч животных. А как эти данные собирались? Как можно посчитать приблизительно бездомных котов? Или это простая арифметика какая-то, учитывая, там, не знаю, количество, или там, сколько котят в помете остается в живых? Скорее всего, я думаю, что это, да, что это больше статистика, потому что мы с другими организациями пытались как-то понять, как мы можем это сделать, но нам, как мы можем посчитать, нам не удалось, поэтому это данные приблизительного толка, да, только. А по поводу самих котов, да, и стерилизации, как вы узнаете о том, где они находятся? То есть это всегда звонки от, там, жителей, да, которые сообщают многоквартирных домов, вот таких вот дачных поселков, либо вы сами действительно, вот, идете по городу и смотрите, там, где живут котята, коты, да, в какие-то, ну, как происходит, чтобы… Ну, бывает по-всякому. Большинство случаев нам, конечно, пишут на Фейсбук или звонят, и тогда мы пытаемся, ну, почистить, ну, этот район или это место. Вы, может быть, расскажите слушателям, как с вами можно связаться, да, и по каким вопросам к вам можно обращаться. Лучше всего с нами связаться это по Фейсбуку, как вы уже сказали, у нас есть страничка «Дзивный экосос», там можно писать в мессенджере напрямую к нам, и, ну, мы стараемся помочь, как мы можем. Потому что, ну, слушатели и все должны понять, что у нас и так уже очень много проблемных мест, и очень много есть, к сожалению, такие неуловимые кошки, которых мы стараемся очень долго, и очень много сил и усилий тратим для того, чтобы их поймать, для того, чтобы закончить совершенно какой-то участок. И поэтому тратить очень много времени, и в связи с этим хочу сказать, что нам очень нужна помощь, и любой слушатель, любой человек, заинтересованный нам помочь, может вступить в наше общество, и может помогать любым, любым. А каким образом помочь? Нам нужны, как и руки, ресурсы, нам нужны руки, нам нужны финансы, нам нужны люди, которые могут привезти и отвезти, люди, которые могут чувствовать в себе силы принять к себе на… Передержку, наверное. На передержку, да, правильно. На передержку котов, котят, любые ресурсы. Что значит на передержку, поясните? Передержка, это значит, как вот я это понимаю, вот есть люди, в большинстве случаев, люди, когда видят кота на улице, проблема сразу, у них первая мысль какая? Приют. А приюте котам, ну не то чтобы плохо, но они живут в клетках, их там много, но им всё-таки там как-то не особо удобно. То есть его внимания уделено не будет, да. Да, вот, вы правы. А передержка – это такое место, куда кот попадает на время, пока ему находится дом постоянный или пока его вылечат. Ну, то есть временное жилье… А если дом постоянно не находится и не находится, но там, допустим, он уже вылечен, тогда что? Ну, бывает, конечно… Бывает такое, что человек говорит, вы знаете, я могу себе позволить, вот у меня кто-то уехал, допустим, только там три месяца, да, но, к сожалению, после поистечения этого срока, да, новый хозяин так и не найден. Но если наши девочки согласны на то, что на три месяца, то можем и на три месяца, конечно. За это время просто можно попытаться найти ещё, ну, другую жилье, другую передержку. Но у вас есть тоже какой-то небольшой приют, я так понимаю, при организации или нет? Нет, потому что я просто читала некоторые посты, да, я не понимала, о каком приюте идёт речь. Либо у вас есть, либо это про Улу было, либо какой-то другой. Вы сотрудничаете с другими приютами? Мы сотрудничаем, конечно, мы как бы стараемся дружить, но такого места, куда мы своих котов можем при надобности определить, у нас нет. То есть нет такого, что, например, в каком-то приюте Латвии для нас есть место. Нет, и у нас приюта тоже нет. У нас только передержки, у нас свои дома, где мы держим котов, если такая необходимость. Откуда берутся вообще бездомные коты? И сразу за этим вопросом, может ли решиться эта проблема таким образом, что их не будет? Ну, то есть вот, или это реальность, которая будет существовать всегда? Бездомные коты берутся от того, что очень, как сказать, халатно люди относятся к животным. Они их выпускают на улицу, не стерилизованных, не кастрированных. Они, когда переезжают или получают наследство, к сожалению, выпускают животных на... Ну, то есть... Ну, просто, да, выгоняют на улицу. Просто их выгоняют на улицу. Есть случаи, когда такие животные не стерилизованы, не кастрированы, они продолжают плодиться, и поэтому их количество постоянно растёт. С этим можно справиться, конечно, пытаться, если есть возможность поменять законы, законодательства какие-то, принять поправки. Например, какие? Для... Ну, самое главное, это, конечно, было бы то, что, например, обязательная стерилизация кошек, котов, собак. То есть на законодательном уровне должна быть обеспечена обязательная стерилизация всем котам и собак. А как вы это себе представляете? Кто будет отслеживать рождаемость, популяцию этих котов? Ну, специальные клубы, наверное. Насколько это возможно сделать на национальном уровне? Это, конечно, всё, ну, как сказать, наши... Мечты. Мечты, конечно, потому что проверить, даже сейчас уже никто особо этого проверить не может. А ещё, конечно, нет, ну, конечно, стерилизация на глобальном уровне, это уже было бы... Скорее всего, что нет, но дело даже сказать, ладно, про стерилизацию это ещё так. Ну, например, чипы вводить, потому что на данный момент у собак чипирование обязательно, у кошек не обязательно. И поэтому очень трудно отследить, вот если кто-то выбросил на улицу или выпустил животного, ну, непонятно, чьё это животное. Вот. Потом ещё, конечно, СС, где очень много рекламы, где продают, где люди, в принципе, нелегально размножают у себя дома котят, собачек. И вот это вот тоже... А вот что значит нелегально? То есть это, в принципе, ну, незаконно? В принципе, это незаконно, да. Могут разведеть... Люди могут законно размножаться, а животные нет. Как-то так выглядит другая логика. Разведение... Разведение... Разведение могут заниматься клубы, у которых есть сертификаты, которые понимают, что они делают, потому что в домашних условиях это, во-первых, большой стресс для животного вообще. То есть если есть животное, которое не стерилизованное, не кастрированное дома, это для него большой стресс. И вот когда люди думают, а, ну, в принципе, люди нелегально зарабатывают деньги, если они размножают животных, которые, ну, считают... Я сейчас подумала, вот если вы говорите об этом как о бизнесе, а есть, наверное, даже те, кто ухитряется... Ну, там появились котята на улице, да, допустим, также родились именно на улице. Они их забирают себе, там, фотографируют, также продают, допустим. Ну, таких котят можно продать где-то за 5 евро, конечно. И вот здесь мы тоже как бы уже возвращаемся к той проблеме, которая, вот я считаю, для меня лично это большая проблема, что до сих пор в нашем обществе это нормально купить, продать, подарить животное, живое существо, что это как вещь оценивается. И вот возвращаясь к законам, до сих пор в Латвии животное – это вещь. Поэтому, может быть, начать надо было бы с того, чтобы поменять закон, что животное... Если мы говорим о породистых животных, у которых есть родословное, да, вы тоже против этого выступаете? Да, это тоже вещь. Извините, я ваш вопрос не слышала. Я говорю, вы выступаете и даже против того, что родословное, да, те животные там породистые, которые хранят родословную, которые специально разводят там заводчики для... Их тоже нельзя продавать? Ну, это, конечно, немножко другая уже, как сказать. Потому что если это бизнес, это бизнес. Конечно, я бы никогда этим не занималась, лично я. Но есть люди, которые могут продать животное. То есть, по-хорошему, на ваш взгляд, запретить такую практику? Ну, как сказать, если я скажу сейчас вам «да», запретить, тогда что? Тогда в какой-то момент они все закончатся. Да, вопрос, вопрос, аквариумных рыбок продают. Ну, всех продают, да. Зоомагазин, то есть это что? Это неволенчий рынок, получается? Получается. Да, но тогда каким образом человеку, вот сейчас важный вопрос получить, вот человек, который нуждается в какой-то социальной поддержке друга, то есть он хочет завести животное как друга, он о нём будет заботиться, он его будет любить. Каким образом это тогда сделать? Легально, то есть это, простите, ну вот... Мы считаем, что при тех цифрах, которые вот вы называли... Более миллиона там... Человек, он, если он хочет завести на самом деле друга и заботиться о животном, несмотря на его возраст, на то, как животное выглядит, есть ли у него какие-то... Я не знаю, как сказать правильно, есть у нас и трёхлапые, например, и коты, и собаки, и с одним глазом, то человек идёт в приют. Слушайте, вы так, по логике, можно, например, сказать, я хочу жениться, и тогда мы говорим, вот мы тебе дадим, вот, может быть, с одним глазом, может быть, там, одноногую, может быть, там, вот, если ты хочешь жениться, то ты не должен смотреть на неё. Ну, то есть вот, может быть, у человека есть какое-то... Ведь... Почему люди покупают, допустим, дом? До маленьких собачек или, например, больших. То есть мне нужна собака, которая будет охранять дом или собака, которую я, ну, просто вот как смогу, там, не знаю, кормить с ложечки, там, ну, как, ну, не знаю, там, богатый... И носить с собой, да. Да, с подмышкой. То есть это разные, ну, есть у людей разные... Потребности. Потребности, вот, в разных животных. Да, конечно, в приюте сейчас, ну, в том самом Улу было очень много разных собак. Их там количество более трёхсот. И я думаю, что любой человек с любыми, как вы говорите... Потребностями. Потребностями, да, может найти себе собаку. У нас в Латвии, я не знаю, сколько, но есть приют Слоки, есть приют в Югле, есть в Эжевайроге, там очень много разных собак. И вы знаете, что... И даже собак или кошек, и они там постоянно меняются. То есть, ну, если бы вы пошли один раз, сходили, съездили, посмотрели, и никого, как бы, себе не нашли. Потому что я понимаю, что, ну, есть люди, которые могут взять любое животное и заботиться. А есть, конечно, люди, у которых должна, вот, как вы говорите, эта химия, да, быть. Да. То можно съездить два, три раза, четыре раза. И найти себе. Сколько... Но я вот хотела, извините, я хотела про собак, которые, как вы сказали, дом охраняют. Вот, мне кажется, это тоже какое-то немножко, как сказать, в 21 веке есть другие способы охранять дом, не как собака, а, ну... А система охраны. Система охраны. Ну, с другой стороны, опять-таки, смотрите, собака, там, друг, предположим, если я, ну, у меня есть дочь, я волнуюсь за дочку, меньше вероятность, что на неё нападут хулиганы, если вот она выгуливает собаку и такая большая псина. У меня, например, спокойнее. Несмотря на любые вот какие-то охранные системы, дом, где есть вот собака, где слышат, с меньшей вероятностью полезут, потому что есть вероятность, что в тебе там вцепится в ногу такой здоровенный полкан, чем просто я отключу там систему сигнализации или что-то. Ну, то есть вот есть всё-таки, ну, вот... Есть породы стражевые, охотничьи, там, декоративные, пастушечьи, да, то есть у собаки есть определённая какая-то миссия, которую она в себе несёт, и если эта миссия, допустим, не будет реализована, да, тогда собака от этого сама страдает. То есть если собака стражевая, то у неё есть всё для того, чтобы жить на улице, да, не жить в тепличных комнатных условиях. Я сейчас просто даже хочу... Я недавно читал новость о том, что организации, которые занимаются защитой животных, сейчас вот в Европе выступают против собак-поводырей, то есть они считают это эксплуатацией. Которые слепым помогают. Да, которые помогают слепым. Вот по вашей ведь логике тоже получается, что это эксплуатация, это нехорошо, но, с другой стороны, это действительно... Ну, вот тут уже не заменить никакой машины, то есть они реально помогают слепым людям выживать в этом мире, и это опять-таки у собак эмоциональная тоже связь с хозяином возникает. Я думаю, что... Я, ну, как сказать, я не слышала об этом, и про собак мы... Дивный якусос вообще как бы очень мало, но я думаю, что эти организации, они протестуют, скорее всего, к процессу обучения, может быть, этой собаке, потому что это непросто обучить собаку быть поводырем, и, может быть, там используются какие-то, как сказать, ну, трюки-дрессуры, которые не соответствуют хуманным... Гуманным. Гуманным, да. Да, вот, но я, это моя, как сказать, просто вот, как я думаю, я не слышала об этом, и... Валерия, расскажите, сколько через вашу организацию Дивный якусос еженедельно, да, проходит котов, вот, с какой количеством вы стерилизуете? И более того, вот, люди, которые хотят вам помочь, также можете... У вас есть какой-то номер телефона, куда можно просто позвонить и совершить пожертвование, да, таким образом? Да. Да, номер телефона я могу назвать, это 9-0-0-0-6-6-8-0, и если вы не запомните, то можно найти также на нашей страничке, на Фейсбуке, и у нас есть уже... И стоимость. Стоимость евро-42. То есть, когда человек дозванивается по этому номеру, евро-42 с его счёта снимаются, и эти деньги на что идут, на что вы их тратите? Мы их тратим в первую очередь на стерилизацию, конечно, но бывают, как всякие, бывают разные случаи, поэтому мы смотрим от того, как... И на лечение бывает, да? И на лечение бывает. А сколько стоит стерилизация одного животного? Именно... Ну, у нас есть врачи, с которыми мы сотрудничаем, поэтому цены для нас немножко другие, но если вы как человек просто хотите свою кошку или стерилизовать, то это 40-50 евро, коты немножко дешевле, 30-40, в зависимости от клиники. В регионах ещё дешевле. И сколько вот в неделю ваша организация привозит таких котов? У нас бывают очень разные цифры, но про неделю я даже... Может быть, средний. В месяц мы бывают около 100-150. И получается, что люди, у которых живут дома коты, многие говорят, что вот что, я буду мучить животное, его там кастрировать или стерилизовать, вот по вашему мнению, они поступают неправильно, то есть те, кто отказывается от стерилизации? Ну, есть очень много разных ветеринаров, которые вам скажут, что это даже стерилизовать и кастрировать своё животное, это даже лучше. И, во-первых, если кот это мужского пола, то у него, ну, он начинает метить. Такая бывает проблема. Я бы не хотела, чтобы, приходя ко мне в гости, первое, что чувствует мой запах. Запах. Это, во-первых, запах. У кошек ещё более сложная ситуация, потому что в какой-то момент тоже начинает вот эта вот вся течка, ну, давит там на мочевой пузырь, и, например, тоже начинается неконтролирование, неконтролированное вот это вот... Недержание. Да, тоже. И это тоже очень плохо. И, ну, моё мнение, что животное намного меньше мучается, то есть оно вообще не мучается. Есть люди, которые, они стерилизуют кошек, потому что они боятся, что они становятся немножко больше, потому что стерилизованная кошка, она... Полнеет. Полнеет немножко, да. Но можно давать немножко более диетическую еду и проблемы. А ваша организация занимается тем, раз уж мы заговорили о еде, там, подкармливает, покупаете ли вы, там, корма для кошек, раскладываете ли вы их там во дворах, на квартирных домах? Мы стараемся помогать кормилицам. Если есть кормилицы, которые кормят очень большие колонии в Риге, то... Вы сейчас о бабушках, да, допустим, во дворах? Ну, которые часто... Бывают, конечно, и не бабушки. Ну, да-да-да, условно, условно, да. Да, но мы помогаем, мы стараемся помочь, конечно. И если есть колонии, которые нуждаются в домиках, то тоже мы тогда стараемся сотрудничать с другими организациями, которые могут обеспечить эти домики. Но, в принципе, все, что делаете, это все делается на пожертвование людей. У нас никаких спонсоров и грантов, и ничего такого нет. Поэтому стараемся и делаем столько, сколько мы, столько, сколько в наших силах. 9-3-0-6-6-8-10. Еще раз напомню, телефон вы можете пожертвовать, позвонив на этот телефон, пожертвовать 1 евро 40-20. Да, наше время уже подходит к концу, но задам вопрос о том, как вы относитесь к тому, что вот коты, да, кошки, они живут в подвалах этих многоквартирных домов, хотя закон, в принципе, это запрещает. Но если нет определенных жалоб, то муниципальная полиция на это закрывает глаза, и люди, ну, в принципе, подкармливая их, особенно в холодные периоды, зимой, да, то кошки обычно собираются там. Уступают жалобы, в том числе, от других жителей, которые уступают против этого. Разве это запрещено законом жить в подвалах? Если есть жалобы, да, тогда действительно животные не должны там жить. Ну, как мы смотрим на то, что они живут в подвалах? Да, да, да. То есть для вас это допустимо? Нет, для вас выход из положения, это, не знаю, спасение для животных? Ну, конечно, когда им холодно, им есть где жить. И в конце концов на улицу они попали не из-за того, что они сами решили, что давайте мы пойдем жить в ваш подвал, и будем у вас там плодиться и размножаться, и становиться всё больше и больше, и ждать, пока вы придёте и покормите нас. Конечно, нет, они там оказались из-за того, что люди халатно относятся к животным. Поэтому я знаю, ну, я понимаю, о чём вы говорите. Есть дома, где некоторые жители против, но в основном они всё продолжают жить там. Если ситуация, когда надо закрывать подвалы, тогда мы стараемся им домики... Во дворах или где? Соорудить специальные... Соорудить специальные домики, но это тоже должны жители подписаться, 51%... А есть уже вот... Да. Домики существуют по всей Риге. Это что-то вроде вот как будочек небольших, как для собак, так и не выглядит. Просто я даже ни разу не встречала. Нет, я видел, да, конечно, это домики. Да, мне не попадались, да. Даже Рижская дума, по-моему, поддерживала, там ставила ряд домиков в старой Риге. Да, спасибо большое. У нас была сегодня в гостях Валерия Воробьёва, член общества по защите животных, дивный экосос. Если вы хотите помочь этой организации любым способом, либо в качестве волонтёра, либо у вас есть возможность финансово поддержать эту организацию, даже можно позвонить по номеру, и вы уже пожертвуете больше евро, да, на то, чтобы коты бездомные были стерилизованы, либо им была оказана какая-то медицинская помощь, если требуется. Поэтому, пожалуйста, дивный экосос. Более подробно об этой группе можно почитать на Фейсбуке. Спасибо большое. Спасибо.